Модели в 2000-х худели двумя способами. 46 килограмм при росте метр восемьдесят один. Где аплодисменты вообще? Итак, первая диета, которая, на мой взгляд, не работает. Я помню, я ужасно просто пахла. А сейчас я вам расскажу о своих главных ошибках, на которых я обожглась. Если мне нужно будет супербыстро прийти в форму, эта система, вот у меня тело откликается прям вообще сто процентов. И тут меня все проклинают. Привет всем! Рада вас видеть на канале Быть Гоцей. Сегодня серия называется «Как худеют модели». Я расскажу сегодня о своем опыте. До того, как я серьезно начала заниматься модельным бизнесом, я вообще никогда не акцентировала внимание на своем весе. Да, я была с лишним весом, как я сейчас вспоминаю. Вот, я занималась водным полом, поэтому была достаточно крупная девушка. Ну и, конечно же, потом, когда я начала работать, он мне мешал этот вес, и я начала экспериментировать. Первая моя диета – это была, конечно же, яблочная диета. После нее была кефирная диета. Было очень много монодиет. Это тогда было суперпопулярно, когда ты определенное количество времени ешь один продукт. Все помнят монодиету, да? Вы либо пьете кефир, либо едите яблоки, либо едите гречку, тоже подходит. И она не сработала. Весь день, питаясь кефиром, да, я получала просто лактозу, бесконечно много сахара. Питаясь на гречке, я получала много углеводов. Это сейчас я уже могу умничать и анализировать. Но на тот момент мне казалось, что очень клевое. Итак, первая диета, которая, на мой взгляд, не работает – это монодиета. Говорю я с полным ртом орехов. Обед просто, время обеда. Вторая диета, которую я попробовала в Нью-Йорке, это... Ну, меня вообще тогда на тот момент удивило количество смузи, фрешов и всей этой байды в баночках, вот, которую можно пить на ходу. И я увлеклась, конечно же, поглощением этих всех бутылочек и ушла на детокс. Тогда он был супермодный, к нам он пришел там 15 лет спустя. И кто проходил этот детокс, тоже прекрасно понимает, что это ерунда полная. Вот у меня есть фреш, да? Ну, как бы я против фреша. Я фреша не пью больше 10 лет ни в каком виде, никакие фреша. Исключение был какой-то период, когда я пила сельдереевый. И тоже не знаю, зачем я его пила, но в принципе пила. Почему нельзя пить фреш? Это чистый сахар. Здесь нет витаминов, даже не думайте. Они все равно не усваиваются, они пройдут сквозным. И берем во вторую руку целый плод. Если у вас есть возможность, съешьте всегда фрукт. Вам нужна клетчатка с клетчаткой. Усвояемость всех микроэлементов будет намного выше. Точнее, она в принципе будет, а здесь в принципе не будет. Потому что все пищеварительные процессы начинаются у нас с сорта. Если вы не переживали, а фреш вы конкретно не жуете, а просто даете скачок сахара, выпивая просто как сладкую воду. Можно не отдать? Я, в принципе, попью фреш. Да пей на здоровье, господи. Что за женщина? Я только что сказала, что этого не делать, а она тут же попросила его выпить. Просто, чтобы вы понимали, как это реагирует наш организм, это просто скачки инсулина. Это просто сахар. Он быстро поднимается, быстро падает. Опять, потому что он без клетчатки. Через 2 часа вы опять в холодном поту, вы опять хотите есть. Потом опять сахар, 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 сахар. Если учесть, что таких баночек обычно штук 6, вот и представьте, вы просто в тупую, без удовольствия и без пользы, 6 раз вызвали скачок инсулина, как будто бы вы поели, но при этом всем вы не поели, вы остались голодными. Такая система точно вам даст 2-3 килограмма в неделю, которые обязательно вернутся. Я 100% против этого и вам не рекомендую. И тут меня все проклинают. Третья диета это какая? Кремлевская. Боже мой, я помню этот момент, когда я поехала на Брайтон-Бич. Я жила на Манхэттене, а поехала на Брайтон-Бич, зашла в книжный магазин и купила себе обязательно кремлевскую диету. Я знала, что вот она меня точно спасет, и вот мне так и надо. На ней я вообще здорово набрала. Ну, потому что там меню вообще, ну, оно несовместимо с жизнью. Ну, с поправкой, когда это было? Это было 15 лет назад. Потому что сейчас люди подумают, блин, кремлевская, она что, дура, что ли? Кремлевская диета очень популярная в то время. Это высокобелковая диета, когда вы ограничиваете потребление углеводов и ограничиваете потребление жиров. Практически весь рацион – это бесконечное потребление котлет, мяса, рыбы, котлет. И тогда, конечно, меня обсыпало руки, грудь, спину, лицо. И у меня настолько была интоксикация, что я потом лет 5-6 не могла смотреть вообще в сторону ничего животного. Ну, и следующая моя поездка на Брайтон-Бич тоже прошла феерично. Мне в руки попалась книга Малахова о голодании. Ну, и, конечно, на всю мою тогда расшатанную психику в связи с модельным бизнесом, кастингами и вообще общей усталостью эмоциональной она зашла мне на ура. И я решила, что вот для полного счастья в жизни мне нужно обязательно поголодать. И я села на полное сухое голодание, ну, то есть с водой, конечно. Вот. И отказалась от еды. Невероятное ощущение. Три дня тяжело. После этого организм адаптируется, и начинается такой процесс эйфории. Тебе кажется, что все в жизни на самом деле круто, легко, и вообще еда вообще не нужна. И на 10-й день, когда нужно было выходить из голодания, мне почему-то показалось, что это вообще фигня, и он не разбирается, этот Малахов. Выходить из голодания не нужно, нужно так жить. Поскольку не было специалиста, который бы проконтролировал этот процесс, я была как-то экспериментатор-самоучка. Я начала пытаться есть, потому что я начала худеть с какой-то невероятно быстрой прогрессией, но еда мне не заходила. У меня было ощущение, знаете, когда ты ешь, а тебя раздражает то, что внутри. Это спровоцировало длительную булимею. Ну, то есть я и болела тоже несколько лет. Ну и, конечно же, вес продолжал падать от еды, я продолжала отказываться. Ну и что, в принципе, привело к рекордному моему минимальному весу. 46 килограмм при росте 1,81 метра. Чего молчим? Где аплодисменты вообще? Я про рекорд только что сказала. Так в мою жизнь пришла анорексия. Анорексия сейчас болеют и не модели, а просто девчонки, которые даже, возможно, ориентируются не на фэшн, а страдают, не знаю, от буллинга в школе. Конечно, фокус внимания на физическом теле сейчас слишком утрирован, поэтому буду рада, если я окажусь полезной. Ну, в тот период, когда мне нужно было уже начинать по медицинским показаниям что-то есть, я для себя определила два продукта, которые мне показались самыми безопасными. Вычитала, что, в принципе, употребляя эти продукты, можно выжить. Это была малина, ягоды и креветки. И после этого у меня все равно было всегда легкое ощущение, что совесть, вот тут вот сидит маленький дьяволенок, и такой, ну ты поела, блин, сейчас тебя накажу. Поэтому я это все запивала всегда лимонным фрешем. Ну как, ну фреш лимонный, он же для похудения способствует, помните? Первый, самый известный, это был уксус с водой и лимонный фреш. По мифам двухтысячных, эти продукты способствовали похудению. Так вот, эти продукты не способствуют похудению, они способствуют только ранам и экземам на теле. Ну и, соответственно, страшно представить, что было у меня внутри, когда, если нахожи, были вот такие вот страшные высыпания. В тот период ты что-то ела, ну, когда ты страдала булимией, ну, просто поела и вырвала, поела и вырвала, да? Это было как? Ну, это было больше про то, что люди, когда тебя на съемках наблюдают, и считается ненормальной, если модель не ест. Все должны быть счастливы, и все должны пообедать, если объявляют ланч, то нужно идти обедать. Конечно, приходилось есть, все модели это делали, все ели, и все дружно выстраивались в очередь в туалет, все примерно понимали, что они там делают. В моде как раз был, ну, вот, самый пик вот этого героиного шика, и все модели, в принципе, плюс-минус имели такой супер худой и не очень здоровый вид, и это считалось нормой. Поэтому модели в 2000-х худели двумя способами. Либо употребляли наркотики, либо вызывали рвоту. И еще интересно было, что своего там, да, рыбак-рыбака видит издалека, потому что у всех моделей, у кого была булимия, всегда были здесь такие раны, именно от того, что зубы упираются в косточки. Кстати, можете посмотреть у своих девочек, там, детей, может. Пусть это тоже будет в вашем внимании. Вот, что отекшие глаза, возможно, немножко красные сосуды после обеда, или вот здесь вот такие вот резцы такие, это отличительный факт всех, кто болеет булимией. Да? Тебе интересно? Ты этот, детектор. Если тебе интересно, значит, так я тебе. Ну, мне интересно, но я это знал. А, блин. Хватит уже ей торей. Я голодная. Потом я заново училась, да, оставь какой-то апельсин. Ну, это был, да, такой период в моей жизни, когда я заново училась есть. В принципе, длился он немного, потому что у меня был стимул. Я тогда поняла, что хочу ребенка, получу ребенка, и ребенок у меня случился. За время первой беременности я практически ничего не набрала, потому что добирала свой минимальный дефицит, вот, чтобы дойти до нормы. И, в принципе, моя жизнь круто изменилась. Я отпустила вот это вот физическое тело и бесконечную головную боль. Ну, и со вторым ребенком я набрала 12 килограмм, вот, которые сбрасывала несколько месяцев, в принципе, достаточно быстро. Но уже, знаешь, без каких-либо вот этих вот мифических таких диет. О, yeah. Из современных диет я попробовала кето-диету. Я помню, я ужасно просто пахла. Блин, она дает такой запах тела невероятный, я не смогла этого пережить. Но там говорят, что через какое-то время начинается запах ацетона от тела. Ну, то есть задача это то, что в... Муха. Смысл в том, что вы ограничиваете углеводы, в частности, сложные углеводы, сахара, и поедаете побольше жирка, маслица и всех видов, там, авокадо, то есть лосось. То есть все должно быть максимально жирное. Ну, я на кето-диете была 2 недели и подсушилась килограмма на 4. Ну, то есть результат был хороший, но при этом всем я еще добавила туда, я была на кето-интервальном голодании. Вот так вот. Если у меня должна быть съемка в купальнике, там, или в супер-русских платьях, или я вообще, в принципе, знаю, что съемка будет много тела, я прибегаю, конечно же, ограничение углеводов, да, некоторые упражнения, которые выводят лимфу, и, конечно же, процедуры такие, как гидромассаж и прессотерапия. Кто был со мной на карантине, помнит, что после карантина я села на низкоуглеводную диету, и самое сложное было, это, конечно, возвращаться, потому что потом все равно, когда ты видишь результат, за месяц ушло 4 килограмма, которые до сих пор не вернулись, я уже добавила углеводы, но ощущение, что я продолжаю все равно чуть-чуть даже худеть. Чаще всего это запрет на лактозу, нужно понимать, что, там, потребляя молоко, творог, мы получаем также молочный сахар. Запрет на фрукты, я оставила себе ягоды. Что мне помогает быстро и качественно привести себя в порядок, это интервальное голодание. Я не буду его пропагандировать, я просто рассказываю о своем опыте. Если у меня съемка, как, например, вчера, или если у меня съемка, как, например, сегодня, в 5.30 я закрываю рот. В чем заключается система интервального голодания? Я уже писала пост, хотела бы сейчас выставить, вот сейчас прям появится эта рамочка, на самом деле очень много видов интервального голодания, это не обязательно нужно голодать 18-6 или там 16-8, вы можете выбрать 2 дня в неделю, когда вы просто пропускаете ужин. Если вам комфортно пропустить завтрак, пропустите завтрак. Вы можете устроить один день, допустим, воскресенье, у вас будет полностью голодный день, да, то есть вам так комфортно. Не стоит сразу бросаться на 24, когда 20 часов вы голодаете, 4 часа вы едите. Это не то, что появилось вчера или позавчера, интервальное голодание, это то, что было с покон веков, так питались наши предки. Просто сейчас что? Все, взяли этот алмаз и просто огранили его, и поставили граф, и все, и продают дорого. На самом деле есть приложение, это стало удобнее, но по сути это то же самое, что как наши бабушки, они вставали там в 5-6 утра, завтракали, и обычно что? В селах даже света не было, никто не ужинал поздно. Вот как садится солнце, так все и поели, и легли спать, вот и все. Для того, чтобы составить сбалансированный обед, я всегда смотрю, чтобы у меня были углеводы. Смотрите, если у меня есть углеводы, я сварила спельту перед этим. Перед этим я ее замочила с вечера, утром сварила. Спельта – это разновидность пшеницы. На обед обычно я ем 50-70 грамм спельты, гречки, кино, то есть все, что хочется. Между оливковым маслом, я вообще в принципе не заправляю салаты, я всегда заправляю все только лимоном, либо если я хочу добрать жиры, я тогда беру топленое масло, которое делаю сама. Я стараюсь не употреблять оливковое масло и все другие масла в ежедневном своем рационе, потому что, ну, их не нужно нам столько, сколько нам их пытаются продать. И если выбирать уже жиры, я выберу авокадо, потому что его можно прожевать, опять-таки, весь пищеварительный процесс начнется отсюда, а все вот эти вот жидкие масла, я их избегаю. Хорошо, еще в мой салат пойдут, конечно же, 4 оливки. Это моя обязательная порция ферментированных продуктов. И мой белочек – это яичко, потому что сегодня вечером я планирую есть рыбу или мясо, или еще не определилось что, поэтому, в принципе, в целом я съедаю это на постоянной основе. Два белка в день, когда с желтком, когда без желтка, это просто зависит от того, что у меня в салате. Вот сегодня у меня в салате будет кусочек пармезана, поэтому желток я убрала. И вы спросите, а почему же кусочек пармезана? Потому что это источник кальция. Я учусь в школе нутрициологии, и пытаюсь сейчас, вот я только на первом курсе, пытаюсь интегрировать все знания на себе и опять-таки смотреть, как они работают. Вот, и поэтому у меня доза 30 грамм твердого выдержанного сыра в день. Так, что еще? Конечно же, зелень, да, это наша клетчатка. Без нашей клетчатки нашему кишечнику очень плохо. Люблю сырой брокколи, люблю огурцы, люблю помидоры, люблю цукини. Люблю капусту молодую и вообще все виды капуст. Вот, вот такой вот салатик будет. Хорошо. Если мало жира, можно всегда добавить немного орехов или разновидности семечек. И после этого выдавить лимон. И вы подумаете, как вообще это можно есть? И поверьте, это очень вкусно. Скоро мы с Мартиной сделаем бранч, на котором будут мои рецепты. Вы будете есть то, чем питаюсь я. Под стихи Мартины. Вы поймете, что на самом деле ЗОЖ это не то, что нам пытаются продать. Здесь у меня белки, жиры, углеводы. Все очень сбалансировано. Соли не хватает. Где моя гималайская соль? О, я. Ты такая высокая, смотри, какая она деленькая. Да блин, я же каблуки наперла, чтобы кроссовки надеть. А ты можешь этот, кстати, снять. Уже не буду я, уже и так тут уже. Орехов было столько в начале съемки, уже столько, знаешь. Ну, как монтировать будем, ребята? Орехи такие туда-сюда, туда-сюда. А сейчас я вам расскажу о своих главных ошибках, на которых я обожглась, будучи яростным ЗОЖником. Растительное молоко – это один такой мифический продукт, который нам говорят, ой, не пейте коровье, а вот лучше пейте растительное молоко. На самом деле здесь кроме углевода и жира больше ничего нет. А каша на растительном молоке? А зачем? А почему не съесть просто кашу? Еще очень важно, что выпивая мачо или кофе с молоком, мы для нашего организма делаем конкретный прием пищи, отдельный. То есть, если вы, допустим, между завтраком и обедом, либо обедом и ужином выпиваете что-то на растительном молоке, давайте себе отчет в том, что вы поели. Между едой лучше всегда пить либо воду, либо настойки из трав, конечно, без никакого меда. Мед – это просто отдельный разговор. Мед – это просто глюкоза и фруктоза, две молекулы сахара. И не пытайтесь тоже там найти ничего полезного, всегда старайтесь думать об этом, когда едите мед. Меня вспоминайте. Ну, это самый просто часто задаваемый вопрос. Наталья, а как вы относитесь к меду? Ну, блин, хреново. Если вы возьмете еще мед с творогом, то это будет просто типа сахар с сахаром и сахаром. Потому что творог – это молочный сахар, творог или творог. Да, а потом еще сверху фруктозы и сахарозы. Нет, и глюкозы. Красавчик! Это все знают! Еще один классный экспириенс у меня был, ну, просто мега. Я была на интервальном голодании, и очень мне полюбились йогурты кокосовые. И каждый вечер я вскрывала вот эту вот баночку, которая 350 миллилитров, вот. И вот просто всаживала вот этот вот йогурт. И чтобы вы понимали, у нас тут в составе 11 грамм жира. Ну, то есть это просто одна баночка, да, у нас получается 40 грамм жира. Вот эта вот под киношечку уходила в меня каждый вечер. Ровно, ну, через месяцок моя массажиста сказала, Наталья, вы знаете, а у вас-то подкожного жира увеличилось. Я говорю, у меня? Ну, я не знаю, за месяц или не за месяц, но поправилась я килограмма на 4, килограмма 400 грамм. Вот, ну, до меня это дофига, потому что я вот эти вот шорты вообще просто не могла застегнуть. Я вот так одела, а они в ляшках, и я, блин, я понимаю, а мне дурно. И я говорю, ну, я же ничего не ем, говорю, Светлана, клянусь вам. Безусловно, это не все, что я бы вам хотела или могла сказать. Продолжение еще будет. Если вы подпишетесь, поставите лайки, напишите в комментариях, интересна ли вам тема здорового образа жизни и правильного питания. Спасибо.